Я думаю, что он тоже взял из данного защиты. Я подумал этот проект очень давно, но все не доходили руки, и нынешняя ситуация поспособствовала, что наконец я сел и смонтировал хотя бы первый выпуск. Дело в том, что я очень люблю английский футбол. Это для меня отдушина, и такая программа, как Match of the Day, это прямо как спокойной ночи малыши для меня. Это выжимка всего самого прекрасного. Там, во-первых, передается атмосфера, совершенно незабываемая английского футбола. Во-вторых, там замечательный британский английский. И есть огромное количество выпусков, которые учат вас английскому через песни, фильмы и так далее. Я даже когда-то давным-давно, несколько лет назад пытался это сделать и, наверное, залью со своего убитого второго канала несколько выпусков, чтобы они здесь были. И в итоге, поскольку сейчас, как вы знаете, корона-пауза, то самое время наконец попробовать поучить английский язык не только через футбол, но и через различные другие медийные проявления, как музыка и даже иногда фильмы. Я, естественно, не знаток английского языка и этого никогда не скрывал. Мне его вполне достаточно для того, чтобы общаться и даже интервью разные делать, они есть у меня на канале. Поэтому, естественно, я не могу выступать здесь в качестве эксперта. Я для этого привлёк специально, даже не обученного, его учить не надо, потому что он природный англичанин. Я не надеюсь, что он будет позвонить. Я не надеюсь, что он будет позвонить. «Колодь-ап» — это быть призванным куда-то, да? Либо играть, либо к судью. И так, сегодня у нас будет английско-британское произношение Мика Джаггера, группа The Strangles. А также американское произношение от вокалиста, во мне беззвестного, группы Aerosmith. Но начнем мы с матча Aston Villa Tottenham. И для начала самое время как раз представить нашего главного эксперта. Не знаю, он в фейсбуке пишет, а мне эта хуйня нравится. Понимаешь, вот это петербургская интеллигенция. Вот она вот так вот выражается. И больше никак. Ну а мы счастливы, что с нами Уильям Хаки Джонс, англичанин в России. И вот был такой Englishman in New York. А у нас вот есть Englishman in St. Petersburg. Правда, никто пока песни не написал об этом. Нет, нет. Ну может быть как? Была бы такая жалостная песня, понимаешь? Погода такая и все это, он милый. Да, обратите внимание, Ipsich Town. Да, да, это команда, которая работает сейчас у нас. Играет чуть ниже на одну ступеньку. Но вот редкий случай, пример англичанина, который, может быть, не очень хорошо разбирается в футболе и не скрывает этого. Но зато очень хорошо разбирается в родном языке, потому что он еще, помимо всего прочего, переводчик с русского на английский. И вы сейчас услышите, как он говорит по-русски. Ну, возможно, может быть, многие из вас уже и знают Уильяма Хаки Джонса из моих видео. И, собственно, весь канал теперь Шекспир плачет. Ссылочка вот там вот про всевозможные ляпы отечественного перевода во всевозможных медийных продуктах. Ну, а мы, собственно, начнем с различных словечек выражений, которые нам встречались. И вот, например, for me, it's a lot of, что ты вот со мной. Лет of – это вот что? Это облегчение? Как это правильно переводить? Облегчение? Как всегда с переводом все зависит от контекста. Да. Но первое значение let of – это что ты должен был попасть по каким-то там… То есть ты нарушил какие-то правила. Но тебе пожалели или там случай не то, и you are let of. То есть отпускали тебя по каким-то там… Ну, футбол – это очень распространенная вещь, особенно когда кто-то нарушает правила, и судей этого не замечает. То есть они говорят, что либо он, судья, заметил, но закрыл глаза на это, либо действительно заметил и решил, что в данный случай отпускаю. Не знаю, я правильно говорю «отпускать» по-русски? Ну, по-русски, наверное, пропускать. Он пропустил это, есть такое выражение «пропустил мимо ушей». Да, да, да. Вот пропустил мимо ушей, здесь у нас пропустил мимо глаз. Ну, мы так по-русски не говорим «пропустил мимо глаз», да, не заметил. Но зато и пропустил. Да, пропустил, да. That is a letter for Aston Villa. Вот вам заголовок. This is a letter for Villa. Ну, как у нас многие могут говорить, например, вместо крылья советов просто крылья, так и там могут вместо Aston Villa говорить просто Villa. А теперь то же самое слово, только в обратную сторону. A letter for Spurs. It's a letter for Spurs. Spurs – это самое распространенное название команды Тоттенхэм. Вот вам, например, шпоры Челси 0-2. Или вот real letter that for Villa. Real letter that for Villa. Теперь уже другой матч, также с участием Тоттенхэма, но уже против другой команды Манчестер Сити. What a letter for Davison Sanchez. What a letter for Davison Sanchez. Another letter for Tottenham. Another letter for Tottenham. Теперь матч Лестер-Уэстхэм Юнайтед. Antonio couldn't turn it in. Lanzini couldn't get a grip on it. Antonio couldn't turn it in. Lanzini couldn't get a grip on it. Couldn't get a grip on it. A grip on it. То есть, grip – это вообще хватать, схватка, да, что-то такое. Но он в данном случае не то, чтобы он не смог хватить там мяч или что-то. Can't get a grip on it – это он не смог справиться, да, с ситуацией. Мы вообще говорим, если кто-то, если что-то случилось плохое, и человек в панике, растерялся, мы можем сказать «get a grip». Это значит «соберись, тряпка». Я это слышал даже в каких-то фильмах. Немного музла. Английская группа The Strangles. Песня так и называется. Grip. Ну, это довольно актуальная фраза для нынешней ситуации «get a grip on yourself». Возьми себя в руки, это прям вот про нас, про всех. Теперь Мик Джаггер, как он поет почти то же самое. Got to get a grip. Ну, вы заметили, что он поет не «got to», «gotten». Следующая фраза, она точно вот про все то, что происходит вокруг. Мир перевернулся с ног на голову. Все лунатики и клоуны. Никто не говорит правду. Run – это вообще бежать, но в данном случае, если говорится, что кто-то runs что-то или кем-то, это обозначает, что он управляет, заправляет, там, какой-нибудь конторой в данном случае. Здесь дурдом заправляет городом, но по-русски мы скажем, что просто город превратился в дурдом. Ребята, это песня про коронавирус. Но мы должны что? Я так углубился в эту офигенную песню, что еще несколько строк. Пусть они едят дерьмо. Пусть они едят пирожные. Вспоминаем, кто сказал эту фразу про пирожные. И посмотрите, как он поет словосочетание «let them». Ну и, наконец, мои любимые – «Все новости фейк». Вспоминаю, что «news», несмотря на «s» на конце, всегда употребляется в единственном числе. Это надо запомнить. Тут вспоминается моя любимая песня группы Yellow Electric Light Orchestra. Here is the news. Ну а мы вернемся к Getty Grip. Вот как поет ее уже американец Стив Тайлер из группы Aerosmith. Только вот слово «грипп» он не допивает. Зато допивает в другом месте. Ну вот вам небольшая порция английского языка в его прикладном смысле. Пишите ваши комментарии. Там внизу будет указана еще и ссылка на канал Уильяма Хаки Джонса. Есть еще масса материалов на эту тему. Скоро выложу. Так что задавайте вопросы, пожелания, все такое прочее. Увидимся. Субтитры создавал осу. Субтитры сделал DimaTorzok